привет ребят сейчас ролик про соответственно про билдостроение то есть закончился тест все уже теперь только игра сама выйдет 6 июня окончательно сейчас по билдостроению я потом еще в описании скинул пару ссылок это соответственно на выходе есть можно билд под каждый класс раскидать я буду блять у меня сбросилась ладно я буду сорсером соответственно дать через огонь стартовать и еще вторая ссылка на d4 планах то есть уже прям сделали планер отдельный там соответственно и парагон нужно посмотреть парагон это сейчас отдельно тоже посмотрим очень интересно и соответственно билд так ну точно только что сбросил себе билд раскидаю сразу обязательно то есть ты в каждом кластере должен сколько-то распределить очков чтобы пройти дальше то есть видите например чтобы тут прокачиваться нужно соответственно два очка вложить тут верно что я говорю да так фаерболт это что-то на типа автоатаки соответственно будет а вот эта пассивка она дает тебе пронзание то есть я это прям по факту тестил все проверял действительно без лагов все так работает пока так оставлю то есть буквально вложу чтобы дальше пройти тут сразу фаерболт пошта фаерболт это одни аое то есть это бред это как автоатака по сути это не ауе ауе это начинается с фаербола также видите вот тут пассивки на выбор то есть можно либо одну либо другую я еще всегда мечтал когда в пое такое ведут а вели вот тут тут я все-таки выбрал больше сторону крита то есть вот это вот верхняя пассивка на закрыт тут так сразу скажу есть и более так скажем в дефенс есть более защиту есть более в атаку пассивки я скорее всего буду на софте играть хотя в по и всегда на хк играл тут наверное на софте поэтому я не знаю наверное больше мне переброс именно будет в атаку то есть вам нужно опять же у себя смотреть может вам там ближе надо будет больше в защиту вкладываться давно и все-таки вот так обязательно flame shield flame shield это подобие рефа вот я прям для себя этот скилл сразу заметил он тебе дает щит который урон врагам вокруг наносит и ты становишься внимание ты становишься иммунным то есть пока flame shield работает пусть там он две секунды работает но ты иммунен к урону на две секунды то есть посмотрите у меня там в ролике можно подробнее посмотреть на ютубе есть право им шоу и вот тут две пассивки опять же есть чтобы мана быстрее восстанавливалась flame show дом есть чтобы хп хилилась при флейм шоу де опять же мана она действительно заканчивается имеет такое свойство поэтому я флейм шилд но на хака возможно шиммеринг флейм шилд на отхилл нужен будет то есть не за флейм это будет флейм маг fire маг то есть полностью все именно в этой стезю будет в огонь я вкачаю три элемента латюнмента то есть он что тебе дает ты при критикал атаке имеешь какой-то шанс что у тебя флейм шилд сразу откатится ну дефенсив скилл вот тут все дефенсив скиллы я соответственно огненный дефенсив скилл выбрал на пиромансию то есть есть шанс что он откатится сразу правильно же да и из 15-процентный шанс или сетку даун глаз канад тут пассивка сама за себя говорит опять же она full урон но тут опять же если ты там на софте играешь или на хака то опять же от этого разница да то есть на хакаяк наверное не брал глаз канад давайте тогда да без него пока гидра ну гидра это из ябла 2 то есть тут ничего такого так скажем необычного вот блин я забыл что я тут вкачивал вот это набер то есть гидр что вы поджигали так опять же крит есть можно усилить а можно вот тут дэмэдж редакшен усилить то есть опять же до шарики либо софт либо хака надо будет тоже тут решать тоже пожалуй оставлю опять же выбор для вас под ваша билд метеор соответственно вот тут есть метеор есть firewall 2 скила я из них выбрал все-таки метеор это такой большой именно урон ауешный который еще и станет врагов если ты по трем врагам попадешь что там есть шанс что-то еще доп метеор скинешь тоже очень такая важная хрень и опять же тут есть то что метеор быстрее падает или то что метеор и мобилизует врагов ну я на 100 найма на иммобилизаясь возьму но опять же тут чистый урон спасибо кейнер флеймс тоже сразу беру ваши пирамансы скиллы имеют пять процентов шанс и мобилизовать но тоже неплохо и есть на крит по горящим врагам но в принципе урон огнем то есть мы всегда будем поджигать так но печь я тут наверно на крит скорее возьму ну можно на самом деле это и то ну и пока на крит раскинусь опять же наверное на хака будет очень полезно все таки станет инферно инферно это ультимативный скилл он только в единицу вкачивается максимум ну и соответственно я возьму обе пассивки за ним первое это то что она притягивает к себе врагов и второе это то что пока это инферно активно у тебя скиллы пирамансы они не тратят маны тоже это очень важно потому что даже там на десятом уровне я видел что мана тратилась а уж что будет на более высоких уровнях такое себе ну тут уже full пассивки идут сразу тут есть и сус фиросити есть камбасчин то есть тут опять же можно вообще вот тут только одну пассивку можно выбрать из всех это что-то такое ультимативное опять же сейчас вспомню что я вкачивал так ваши эффекты горения наносят увеличенный урон это что-то на постепенный урон да а ваш огненный крит урон увеличена 25 процентов по врагам у которых меньше 50 процентов хп то есть он увеличен и по тем у кого больше 50 у кого меньше интересно я сус фиросити возьму наверное тут все таки такая на крит раскачка будет я не знаю возможно можно миксовать то есть какой-нибудь еще никто не мешает взять там еще какой-нибудь на молнию на холод какой-нибудь скилл я не знаю я все таки вот на этом как-то останавливаюсь то есть на фул огне да то есть не вижу какого-то даже особо смысла тут что-то еще перебирать на самом-то деле из пассивок из пассивок получается тут вот эти все четыре пассивки вот раз два три четыре они увеличивают реген хп и реген маны то есть вот это вот хп вот эти вот две на ману но это на увеличение burning damage ну мне не нужен доме дэмэдж вроде мы к этому пришли да опять же софт или не софт я не хочу все-таки по кд отлетать поэтому вот тут возьму пассивку на хп то есть ты каждый каждую секунду будешь за каждого горящего врага рядом хилиться ну и мана возьму пассивки на ману просто я не знаю как по факту может они что-то еще пофиксит может мана будет быстрее хилиться может медленнее поэтому я не знаю на самом деле точно ты некоторые скиллы можешь получать от предметов то есть например инсинерейт первого уровня у меня вообще от посоха был вот когда я сейчас играл 14 или какого-то до 14 числа играл я вообще выбил посох на инсинерейт то есть возможно какие-то скиллы вкачивать и не понадобится так кстати сразу уточню вот это basic скиллы то есть есть корски вы есть basic вот это basic ну бы basic скиллы это ну по сути авто атаки просто грубо говоря так ты получаешь два резиста ко всем элементам после кастования но он basic скилла ну очень хорошо звучит 6 процентов на максимум вкачаем все равно по что я глаз кэноном бегать не хочу пока дает летать как дурак поэтому все равно да да и в поле на хк играть привык поэтому все таки буду более так с его пытаться вкачиваться сразу три пассивки все на крит все у меня еще четыре очка 0 60 всего можно сейчас еще самое интересное сейчас парагон будет так но опять же вам надо от себя раскидываться то есть если я играл на хк я где-то по-другому вкачивался то есть такое да я заставляю на собой шанс что может где-то буду пассивки перекидывать а пока что вот таким образом ну и вот тут вот на урон вот тут вот тоже сколько у меня одна еще еще одна пассива остался и 1 пассива у нас уйдет а в мано реген все вот как-то так пролистую сейчас быстро перед парагоном второй скилл это d4 и второй сайт это d4 пленнер почему он потому что тут есть парагон и и тут то же самое есть дерево вот этих вот скиллов но опять же я уже раскинул но если что и тут вот тоже есть принципе она такой же да тоже тут шмотки можно получается проставить эти уники есть да ну по шмоткам я пока ничего не буду говорить парагон очень интересно смотрите очень важные моменты я изначально думал что надо по очереди вот так идти а на самом деле не обязательно то есть ты можешь например вот так вот так вот так то есть рандомно абсолютно пассивки раскидывать то есть это вот очень интересно и парагон он очень большой то есть ты когда дверцу в конце прокачиваешь гейт ноут называется у тебя вот сколько тут раз два три четыре пять шесть семь восемь у тебя есть восемь таких же еще только даже больше таких же кластеров только больше смотрите на что мы будем ориентироваться во первых это сирен хит то есть это именно на огонь именно на огонь пассивки и тут видите тоже смотрите тут одна дверь была а тут уже три двери то есть это просто нереально мы получается в эндгейме проходим данжи и за эти данжи получаем пассивки которые мы можем вкладывать в парагон то есть как то так это по сути прокачка эндгейма когда-то уже уровня пнул да там 60 уровней странно тут 58 почему-то отражается а ну-ка тут почему-то просто 58 написано я вот не уверен почему вот тут 58 странно по идее тважа 60 пассивок или нет короче так или иначе то есть когда ты вкачаешь все уровни на прокачаешься у тебя открывается парагон тут есть как просто пассивки да там плюс 5 антидексы и так далее так именно уже более существенные но да и вы посмотрите насколько просто это огромное то есть это что я сейчас взял это как называется короче давайте еще раз а я как фаермак я буду брать сирен хит потом я буду брать где тут вот дурник инстинкт а так тут есть видите на милищников на суммонеров на лед есть ведь там айс фолл например тут будет дэмэдж редакшен от замороженных врагов и так далее давайте что у нас еще есть статик сюрдж тоже же напомните под огонь да или нет так несколько сюрдж вот не совсем уже чуть другой уклон скорее по застаненным врагам урон хочу поняли самое главное да это именно вот эти вот две пассивки которые я взял по сути два главных дерева ну статов очень много 220 поэтому как 220 вольт поэтому найдешь куда распределиться опять же да тут сразу вилл пауэр это получается хп интайта опять же для нас как для мага очень важно то есть это это опять же в каче ну никто не заставляет опять же вкачивать все вот так идти по цепочке то есть ты можешь как я говорил просто отдельно пробовать пассивки вот отдам дамаг хп это прям обязательно резист хп вот пассивки где у тебя сразу и урон и живучесть это прям вот не знает самая имба прям это самая имба честно скажу про глиф сокет я пока не уверен то есть он явно понадобится но когда игра релизница я поподробнее про глиф сокет посмотрю сейчас прям честно говорю да умолчу про этот момент они очень было время чтобы разобраться именно были в сокетах то есть это уже надо быть 6 июня разбираться один процент fire damage а пассивки ну видите тоже чуть-чуть сомнительно то есть зачем плюс один если у меня есть где плюс 5 но так у тебя 220 пассивок то есть потом все желтые то есть все желтые сразу тут и урон и резы все желтые я сразу ворота соответственно и все желтые пассивки я сразу буду соответственно брать тоже это очень важно тут урон и подожженным врагам и есть это это прям я сразу буду брать есть так скажем уник уник это прямо кастинг фаербол или метеор увеличивает крит урон то есть такие прям ну соответственно тоже легендарные ноды берешь сразу тут как бы нечего и думать до легендарные ноды и так то есть хилинг овертайм то есть желтые ноды и легендарные этому сразу берем потом мы берем те ноды где есть хп и хп и урон да например там урон еще с чем-то то есть но это прям очень важно либо какие-то соло пассивки но очень сильные один дамы дедакшин от горящих врагов тоже это хорошо мне кажется это лучше чем один на процент файр дэмэджа например или 1 процент реза полтора критикал страйк дэмэдж тоже критикал страйк дэмэдж это очень много то есть полтора процента для такого но да это много что крит урона сам по себе большой до 0,3 хилинг овертайм видите это мало то есть таких пассивок надо прям много набирать хилинг овертайм опять же то есть мы можем прям работает поиск когда работает то есть опять же застакать много таких пассивок набрать много регена да ясно что просто 0,3 регена она теперь ну мало что даст к тому же у тебя хилки тут бесконечные то в поя там хилка может закончиться да тут она бесконечная фласка ты смогов очень быстро их пополняешь поэтому грубо говоря да как я говорю она по сути бесконечная просто фласка то есть опять же будет разница от того на хк ты играешь или на софте видите поэтому тоже хотелось бы чтобы именно подсказать да тому кто ролик посмотрит но опять же главная подсказка от меня что нужно смотреть да там от своего стиля игры на хк или на софте ты будешь так конечно просто инту и вилл пауэр по сути набирать если не знаешь что можно конечно синие пассивки тоже все загробастать просто не глядя но опять же тут с умом надо то есть если брать сильные пассивки то реально прям все сразу потому что например как я сказал просто на 3 хилинга тебе мало что даст тебе надо тогда сразу все пассивки на 0 3 хилинга чтобы стакнуть нормально плюс 25 армора тоже вот что это за пассивка на 25 армора я понимаю там на ну хотя бы 100 армора тоже такое себе вместо 25 армора лучше взять один процент дэмэдж редакшена опять же то есть по синим тут надо внимательно смотреть просто плюс один процент дэмэдж редакшена вот зачем мне на фаер магия процента так спида да то есть тут тоже надо смотреть если желтые пассивки можно прям все не глядя взять то семьи надо смотреть ну плюс семьи в пауэра ну вилл пауэра в принципе можно плюс 7 плюс 7 можно а глиф сокета я так понимаю что все надо но видите про про по глиф сокетом ой плюс 17 дамага калитка но это прям сразу можно брать тоже вот еще плюс 17 дамага калитка это тоже да то есть можно сразу брать там уже в соло играю то есть я никогда не рассчитываю на то что мне там кто-то где-то продащит кто-то убьет босса да то есть я в соло играю к тому же буду не на хака на софте как я сказал но по крайней мере стартовать да не думаю что в целом буду на софте именно играть поэтому тем более мне чата помощь на хрень не нужна будет да а так я возможно сделаю гильдю если я вижу что большой фидбэк под моими роликами по диабло то я обязательно сделаю гильдию тоже стримить буду опять же на старте ну я и до этого стримом когда бы это было на старте опять же 6 июня тоже буду потом я была стримить и делать опять же ролики с прогрессом тоже очень важно по что я боюсь что могут еще что-то изменить из того же парагона то есть надо будет по факту тоже посмотреть по по мастере по всем есть какие-то например грубо говоря вот это мастере как она там называется сейчас скажу вот это вот кандюиджи постой или что это нет энчатмент мастер энчатмент мастер по сути всем же да да по сути это всем подходит смотри какие тут сочные пассивки плюс 5 процентов урона плюс 3 процента кп то есть тут и защита то есть прям вообще все да можно опять же желтые пассивки прям все можно брать тоже да то есть вот это по сути мой костяк будет вот как-то так как-то так пассивок очень много да на самом деле нужно просто по факту смотреть раскидываться костяк то все равно в конечном итоге это твоего древо умений да это прямо самое по сути главное как то так сколько там две недели остается до выхода до плюс минус две недели до выхода игры остается то есть уже нужно подготавливаться да уже не терпится все таки в эту игру поиграть другие классы рассматривать не буду потому что у меня все таки но я остановился на этом на фаер маги меня вот тут это вот заинтересовало попытаюсь все таки флэйм шилд как-то забустить когда ему снизить может быть даже флэйм шилд получится как типа основным скиллом сделать но мало ли что мне он очень понравился по механике очень напомнил рф спой как то так обязательно подпишитесь лайкните мне будет приятно